техосмотр обнуление одалживание денег налог на деньги полученные за границы штрафы и задолженности перед налоговой есть в россии подобный бред ну пока еще слава богу нет а бабарика уже в тюрьме сергея тихановского и закрыли еще раньше что он петух низшая тюремная каста в общем вы видите что власть беларуси постоянно игнорирует любые законы полностью и давно как думать это путин впервые придумал нет лукашенко обязательно делитесь этим видео с друзьями чтобы они знали в какой жопе не живем друзьям привет рад вас видеть добром здравии и сегодня говорим о законах о самых абсурдных законах с которыми мы сталкиваемся как вы знаете в беларуси уже по пересажали практически всех блогеров инициативу перехватили российские блогеры типа варламовой каца они могут рассказать конечно об общей ситуации в беларуси но с нашими законами они не сталкивались а я сталкивался поэтому мне рассказать сам бог велел у виктора бабарика основного соперника лукашенко на грядущих президентских выборах была иллюзия что власть будет действовать по закону в законности в торжество законности в республике беларусь то вы ли вы сесть а почему я должен сесть но в итоге что мы видим а бабарика уже в тюрьме если я поведу себя демократично и покажу что я беленький пушистенький у меня шанс потерять страну вообще возглавляемый им газпромовский кстати банк уже отжат когда мы этот газпромовский банк прихлопнули белорусские власти поскрывали даже депозитарные ячейки клиентов изъяли хранящиеся в них ценности и когда мы в банк пошли вы знаете что мы нашли в ячейках деньги это не главное мы нашли флешки жесткие диски и море информации эко невидаль в ячейках нашли хранящиеся флешки и жесткие диски причем лукашенко говорит об этом так как будто там какой-то компромат на бабарика и стоящий за ним газпром но на самом деле это обычные вещи клиентов которые хранили их для надежности в банковской ячейки сергея тихановского популярного белорусского блогера автора канала страна для жизни закрыли еще раньше при этом сам сам лукашенко заявляет что это он лично отдал приказ чтобы его арестовали да я им дал сигнал с тихановским я что-то не так делал я пишу переживал за свою страну за которым я пока еще отвечаю и буду отвечать всегда что является прямым нарушением как у пк так и у к республики беларусь потому что никому включая президента не позволено вмешиваться в работу правоохранительных органов сейчас кстати на тихановского следственном изоляторе оказывается вообще беспрецедентное давление потому что администрация тюрьмы через своих каких-то карманных блатных пытается приклеить ему петушин иранс но это типа кто-то сказал что у него по жизни есть поступки которые говорят о том что он петух низшая тюремная каста ему нужно сидеть отдельно и так далее тихановского требуется со свободы с криминального мира предоставить доказательство что это не так я конечно не нахожусь сейчас там слава богу и не могу сказать конкретно как вообще и на основании чего родилась эта ситуация но в администрации володарки всю жизнь были нормальные вменяемые люди и я вас ребята прошу разобраться вообще как возникла эта ситуация порешать и потому что лукашенко рано или поздно уйдет а вы останетесь подобная проблема с петушиной мастью власть кстати пыталась приклеить многим политзаключенным и андрею санникову и дмитрию дашкевичу и михаилу жемчужному и другим политзаключенным то есть как мы видим власть конкретно сейчас речи белорусской постоянно нарушает законы а законы в наших авторитарных странах устроены так что если их нарушил ты гражданин то будешь сидеть а если нарушила государство мусора или чиновники то это как бы не в счет доходит до смешного коронавирус который как известно лукашенко полностью отрицает не дал пустить адвокатов к задержанному банкиру виктора бабарико не дал принимать передачи для задержанных людей по всей стране не даст даже объявить итоги выборов 9 августа в день выборов их объявят только на утро 10 когда все люди будут собираться на работу но зато он дал провести парад победы 9 мая вытащить на сцену до этих несчастных ветеранов он дал провести широко день независимости 3 июля в республике беларусь когда по заверениям властей на массовые мероприятия вышло примерно 300 тысяч человек он дал возможность лукашенко слетать в ржев к путину открыть памятник советским солдатам он даст возможность 16 по 20 июля провести музыкальный фестиваль славянский базар в беларуси в витебске играют все белорусские чемпионаты спортивные хотя в той же команде динамо брест футбольной заболела коронавирусом сразу 14 футболистов в общем вы видите что власть беларуси постоянно игнорирует любые законы полностью и давно я отсидел беларуси 10 лет за киберпреступления против америки но американская сторона не признает и я думаю никогда не признает решение белорусских судов спрашивается за что я тогда вообще сидел если я не причинил ущерба ни гражданам ни организациям беларуси прокурором у меня на суде кстати был алексей ермошин это сын главы бессменного председателя центра избиркома лидии ермошиной которая постоянно рисует лукашенко помогает ему добиться любых нужных ему цифр он правда не так давно умер будучи возрасте 40 лет и знаете говорят о покойниках либо хорошо либо ничего но на самом деле эта фраза звучит либо хорошо либо ничего кроме правды так вот правда заключается в том что сам этот прокурор ермошин отметает у меня на суде один эпизод просит судью написать представление на возбуждение в отношении свидетеля за которым я этот эпизод был представление на возбуждение уголовного дела задачу ложных показаний 30 минут на перерыв суде меня опускают стакан и адвокат приходит игры ну что сейчас будет она но сейчас типа вернуть зал заседания скажет по этой статье прошу какой-то срок а по этой статье которую только что сам отмел прошу там полностью оправдать да но меня поднимают суд и несмотря на то что вот сам прокурор доказал уже фактически себе мне и судье всем и адвокату что вот этот свидетель лжет он говорит считаю что по обоим эпизодами на полностью доказано прошу назначить какой-то срок там 8 лет мне тогда запрашивали суде кстати белорусские тоже не знают закона вот-вот удивляется что суды не разбираются там основываться на лжевых показаниях омоновцы вклепают эти приговоры даже если отбросит все это они просто сами не разбираются в законах еще мне должны были по закону учитывая все в чем меня признали виновным дать 11 3 мне дали 10 то есть судья никак не мог по закону дать мне 10 я конечно не в претензии да но сам факт что законов не знают не только прокуроры но и судьи или вот люди жалуются что их не пропустили в состав участковых избирательных комиссий а им в ответ говорят что порядок участия в таких комиссиях не определен поэтому идите вы нахер на выборы мы вас не пустим поэтому самое страшное что я поставил бы на первом место в правовой системе республики беларусь это полное игнорирование всеми литвями власти существующих законов россии это кстати касается в не меньшей степени потому что все самое плохое что придумано в беларуси рано или поздно правило появляется здесь а вот например жесткие разгоны митингов я журналист я журналист думаете это путин впервые придумал нет лукашенко кадры на видео сделаны весной 2017 года когда тысячи десятки тысяч людей по всей беларуси вышли протестовать против абсурдного закона о тунеядстве что такое тунеядство в 2015 году лукашенко принимает декрет о тунеядстве в соответствии с которым все граждане которые официально не трудоустроены то есть работают где-нибудь в россии допустим да должны перечислять в бюджет государства 200 долларов в год но якобы за то что нам дают бесплатное образование бесплатное медицинское обслуживание но вы сами прекрасно понимаете какое-то качество и под под действие этого декрета попадала в беларуси на то время примерно 500 тысяч человек это чуть более 5 процентов населения беларуси с экономической точки зрения новый налог был полностью не оправдан потому что затраты на его администрирование они составляли примерно такую же сумму как удалось бы в идеале в идеальных условиях собрать поэтому после массовых демонстраций налог как бы отменили но на самом деле не отменили а поставили на паузу и сейчас у собираются собирать в каком виде что вот если у тебя например в квартиру эту моей мамы да прописан человек который официально не трудоустроен то жкх там отопление например горячая вода газ будут насчитывать по сумме там в 3 в 4 в 5 раз превышающее чем для человека который официально трудоустроен то есть как бы вроде отменили но на самом деле То есть рано или поздно они все равно попытаются по тихой лавочке, по тихой грусти его пропихнуть. Даже узнать, состоишь ли ты в этой базе тунеядцев, с недавнего времени эта платная услуга, она стоит там не так дорого, 20 центов, но сам факт. Были эти все протесты в Беларуси, напомню, весной 2017 года. И что, проходит всего несколько месяцев, и летом 2017 года в введении подобного закона заговорили и в России, и топил за него больше всего российский министр труда Максим Топилин. И предлагалось брать в год с граждан Российской Федерации 25 тысяч рублей этот сбор. Слава богу, у правительства тогда хватило мозгов подобную чушь не вводить. Пока не вводить. Следующая, база невыездных. В Беларуси нет двух паспортов, как в России, то есть внутреннего изограна. В Беларуси существует только один паспорт международный. Но до 2008 года в него надо было ставить штамп, разрешающий гражданину выезд за рубеж. А потом этот штамп с 2008 отменили как неконституционный, потому что он как бы ограничивает право граждан на свободное перемещение. Но зато ввели базу невыездных. В Беларуси в списках невыездных около 100 тысяч человек. И попасть в эту базу достаточно легко. То есть для этого ты должен быть на сети каких-то государственных тайных, секретов. Если у тебя непогашенная судимость, например, не отбытое, точнее наказание, либо ты находишься в розыске под подпиской о невыезде, либо у тебя есть какой-то просроченный кредит, допустим, не оплаченный вовремя, проблемы по ЖКХ какие-то, да, то есть не оплачивал ты услуги ЖКХ у тебя за должность, либо ты не выплачиваешь алименты своей жене. То есть, соответственно, всегда ты попадаешь из-за этих моментов в базу невыездных. Беларусы вполне успешно обходили это тем, что ездили через Россию. А русские, соответственно, когда по аналогии с Беларусью у них появилась эта база, они ездили через РБ, но с 1 апреля 2020 года, вот текущего недавно, то есть базы должны были быть объединены, и лавочка, по идее, должна прикрыться. Не знаю, как сейчас, то есть я с этим не сталкивался лично, не ездил, но не знаю, возможно, существует до сих пор, но во всяком случае они знают об этом и хотят это вот уже с апреля, обещают, что это все прикрыто, но не знаю, не проверял. Техосмотр, он же транспортный налог, или, если совсем официально по-белорусски, это госпошлина за допуск автомобиля к дорожному движению. Появился он, конечно, в начале 90-х, да, но тогда он был, власти заявили, что он входит в стоимость бензина, конечно, там уже трудно проконтролировать, где начинается там и заканчивается транспортный налог, где стоимость бензина, но, в принципе, люди к этому привыкли и всех все устраивало. Но с 2014 года белорусские власти, да, наверное, как обычно по указанию Лукашенко, я думаю, вводят этот налог уже отдельной строчкой, то есть просто из воздуха высосали этот отдельный налог допуск автомобиля к дорожному движению. И сумма его в зависимости от массы твоего автомобиля, то есть если тачка у тебя не старше 10 лет, то ты должен раз в два года оплачивать этот налог. И в зависимости от массы автомобиля ты должен был заплатить за два года от 40 до 150 долларов. Знаете, в Испании, допустим, той же, там, если у тебя дизельный автомобиль, ты платишь там 700 долларов, например, в год транспортного налога. Если бензиновый, то полторы тысячи евро. Ну, то есть примерно получается вилка в Испании, я давно не проверял, но я вот помню такое 700-1500 евро. В Беларуси же всего там 40-150 долларов получается за два года, причем, да, в Испании это за год. 700-1500 евро. А тут ты платишь 40-150 долларов за два года. Но абсурдность этого налога, просто потому что мы его вынуждены платить дважды, его высосали из воздуха, вообще из пальца, то есть она убивала всех белорусов, естественно, вполне закономерно. И уплачивать этот налог воздушный нужно было при прохождении техосмотра. Естественно, никто его не платил. То есть я знаю, десятки, просто сотни моих знакомых принципиально не хотели платить усатому правителю этот налог. Соответственно, никто техосмотр в стране не проходил. Ну, естественно, сейчас власти белорусские прохавали эту фишку, да, что просто никто техосмотр не проходит. И сейчас они хотят уже просто по камерам пробивать, вот твой автомобиль едет в городе, они по камерам пробивают, уплачен ли у тебя этот транспортный налог, и просто будут присылать тебе потом на почту официальные штрафы, чтобы ты оплачивал его. Отсрочка от армии. Раньше отсрочка от армии в Беларуси давалась на весь срок обучения. Допустим, после 9 класса средней школы общеобразовательной ты поступаешь в техникум или, как он сейчас по-модному называется, колледж. Учишься там несколько лет, 3 года, по-моему, заканчиваешь успешно или неуспешно, да, кому как повезет, и идешь в институт, и у тебя идет новая отсрочка, то есть до тех пор, пока ты не закончишь полностью свое обучение. Ты учишься в институте, там, 4 года, допустим, на бакалавриате или 6 лет магистратуры, потом можешь поступить еще в аспирантуру, и на весь срок обучения у тебя была отсрочка. Сейчас же белорусское правительство ввело, что отсрочка у тебя всего одна на один вид обучения. То есть, если ты, допустим, после 9-го пошел в этот колледж, отучился, будь добр, сходи в армию, а потом уже поступай, или если желание уже отпадет, не поступай в институт. То есть отсрочка всего одна. В России, слава богу, такого идиотизма пока нет, но это не забываем, что это только пока. Обнуление. Тоже ведь не Путина придумка. Понимаете, когда у Путина запахло последним сроком, он же, он долго гадал, каким же способом ему остаться у власти. Даже по примеру казахстанского, там, правителя этого бывшего президента Назарбаева, он задумал сделать какой-то госсовет. В Казахстане, если вы не знаете, Назарбаев самоустранился от президентства, но он придумал следующий надгосударственный такой орган, ну, типа, от госсовета, да, и он уже у них является елбасы, отцом наций. Как бы он не президент, но на самом деле вся связь, вся структура там полномочий осталась у него. И Путин по этому же образцу, он придумал какой-то, вот вы помните, там, полгода назад это был какой-то госсовет, который там, полномочия, которые до сих пор не определены, но Путин думал, да, окей, я не буду президентом, но я возглавлю госсовет с непонятными пока дополномочиями. Ну, естественно, они бы были там заоблачными. Но больше всего Путин, конечно, рассчитывал на создание союзного государства, как-то еще Ельцин когда-то с Лукашенко прописали, союзного государства России и Беларуси. И тогда у тебя фактически получается уже не Российская Федерация, а союзное государство РБ и РФ, да, образно говоря, как Евросоюз. И ты уже возглавляешь не отдельную страну Российскую Федерацию, а целый союз, там, как президент Евросоюза, образно говоря. Точно так бы Путин мечтал остаться у власти, вот, президентом, будучи этого союзаного государства. Но Лукашенко, несмотря на то, что долгое-долгое время получал от России сразу от Дряхлого Ельцина, там, который он дурил успешно, да, потом от Путина, который он тоже долгое время успешно дурил, до последних каких-то пор, вот. Лукашенко просто обманывал, и Путин, конечно, понял, что таким способом он никогда не будет объединения России и Беларуси, потому что Лукашенко просто обманывает его, оттягивает всячески этот момент в обмен на дешевые кредиты, в обмен на какие-то геополитические уступки, в обмен на рынок сбыта, основной рынок сбыта для белорусской продукции, это, конечно, Российская Федерация, и в обмен на дешевый нефтегаз, из которой на белорусских, модернизированных, опять же, за европейские, китайские, российские кредиты предприятиях, они просто перерабатывали эту нефтегаз дешевую, которая доставалась им по внутренним ценам РФ, и на Запад уже толкали по другой цене там конечные продукты в виде там высокооктанового бензина, например. Путин понял, что нифига не будет, с лукой он каши не сварит, и поэтому, опять же, зачем изобретать велосипед, он просто, как Лукашенко когда-то в 96-м году, он делает обнуление, вносит изменения в Конституции. Лукашенко в 96-м году, он правит вообще с 94-го года, но он в 96-м году провел референдум по изменению Конституции, и тем самым он обнулил свои сроки, и точно так же, точно так же по этому пути поступил и Путин. Поэтому обнуление – это тоже не российская задумка. Много-много лет назад она уже была успешно опробована в Белоруссии, а Белоруссия – испытательный полигон для России, поэтому пролезла там, пролезет и здесь, что мы, как видим, Путин успешно и реализовал. Вот еще один мелкий, но тем не менее показательный, вообще пример белорусских абсурдных законов. В соответствии с приложением 14, налогового кодекса Беларуси, если тебе понадобилась копия приговора из твоего дела, уголовного, как у меня, или, допустим, экономического, вот первая копия приговора тебе дается, или постановление определения суда тебе дается бесплатно, но мне понадобилось по каким-то причинам, потерял, и там еще мне копия понадобилась, сделать копию. И вот если ты берешь какой-то отдельный лист из дела, вот мне для написания книги, да, мне надо было там, у меня есть просто в ней куча всяких копий документов, ну, типа того, там, всякие, это они с печатями, это копии документов, мне понадобилось там сделать определенные листы из дела. Так вот, когда ты делаешь определенную, просто лист из дела, рядовой лист, да, любой, там, что бы там ни было, изображение или там, ты делаешь токсерокопию, ты платишь просто 0,1 базовой величины, это доллар там с чем-то, да, плюс примерно 3 цента за каждый лист из дела. Если же ты запрашиваешь копию приговора, ты платишь одну базовую величину, базовая величина в Беларуси составляет на сегодняшний день, при сегодняшнем курсе валют, примерно 11 долларов, то есть за копию приговора ты платишь по факту уже 11 долларов, плюс 1,1 доллара за каждый лист приговора. Вот у меня приговор был 50 листов, то есть я должен был за него заплатить 11 долларов, плюс по 1,1 доллара за каждый лист, умножить на 50, примерно 66 долларов я платил за получение копии приговора. То есть сравните, да, один лист приговора стоит 1,1 доллар, а обычный лист из дела вот он точно такой же он стоит 3 цента то есть понимаете просто вот ни за что вообще наживается на нас вот таким образом белорусское государство водятки абсурдные законы потому что как выглядит этот процесс секретарь суда берет твое дело и неважно наберет приговор либо обычный рядовой лист из дела она с точно такой же пачкой бумаги там снегурочка да образно или датакопия она подходит к такому же ксероксу то есть все делается не на золотой бумаге на одной и той же печатает она вам приговор либо обычный лист из дела но разница в цене составляет 30 раз одалживание денег с 1 января 2015 года если ты в беларуси одолжишь у кого-то деньги оговоримся сразу что не у близкого родственника не у белорусского банка не у белорусского индивидуального предприятия или там у белорусского индивидуал белорусской какой-то организации да то есть если ты не у близкого родственника или не у белорусской структуры то а например у иностранца либо просто у знакомого тут и обязан суммы долга уплатить 13 процентов подоходного налога да ну вот вдумайтесь то есть ты отдал же деньги и тут же ты должен отдать вот там взял ты тысячу долларов то есть 130 долларов ты просто до белорусский бюджет но конечно в законе есть такое постанова что ты что эти деньги тебе вернут или вы зачтут там в виде налогов то есть когда ты предоставишь доказательство что ты долг вернул но сам факт то есть мне нужно например 100 тысяч на бизнес я договорился там не с родственниками с банками договорился знаком что я отдал же у него 100 тысяч на бизнес и 13000 из этого я должен отдать просто безвозмездное пользование допустим на три года одолжил я должен их просто безвозмездно отдать белорусскому государству которое мне потом когда я вам долг буду возвращать их вернет опять же возможно вернет данном законе есть во всяком случае не знаю как на практике происходили такие случаи возвращали или нет во всяком случае в законе есть до что обязана вернуть или взаимозащийством конечно это сделано для того что вот у вас например там дорогущая тачка дорогущий дом и ваши доходы как бы но не соответствует вашему образу жизни и выйти поговорить о да я там у вас и одолжил то есть цель это благие чтобы вывести доходы из тени да но во всяком случае вот ситуация с одолжением денег беларусь немножко абсурдно есть в россии подобный бред но пока еще слава богу нет налог на деньги полученные за границы под это определение по задумке белорусских властей попадают все ваши выигрыши в казино например букмекерских компаниях и причем ты никак не докажешь что ты например завел в казино там 1000 долларов да а проиграл 500 и 500 выводишь обратно то есть никакой возможности у тебя нет это доказать никто просто не будет слушать и несмотря на то что ты в убытках вот с этих 500 которые ты обратно выводишь будь добр заплати подоходный налог как в россии ндфл до 13 процентов возникают и забавные случаи вот ты например на букинге либо через другой сервис бронирование отелей забронировал отель но потом по каким-то причинам не смог поехать там или по другим причинам броня слетела отменилась и тут тебе эти деньги возвращаются обратно на карточку идти из тебя требуют с них до заплатить подоходный налог конечно абсурдный случай но такое бывает но здесь вот в данной ситуации в отличие от казино букмекерских компаний слава богу можно хотя бы что-то доказать что это я просто вносил предоплату меня бабло вернулась если же ты получаешь деньги из-за границы до будучи этому гражданином рб от близкого родственника то не проблема получает он хоть миллион долларов он не будет облагаться никакими налогами но если ты получаешь не от близкого родственника если у тебя нет возможности доказать что деньги которые тебе из-за границы прислали это прислал твой близкий родственник там член семьи например сын брат жена и прочее то без налогов тебе разрешают в год получить там 6000 чем-то белорусских рублей то есть это примерно 3000 долларов не превышает 3000 долларов и все же прислали тебе там в год например 5000 долларов да то есть вот эта вот разница между тремя которые не облагаются налогами и 5 вот эту вот разницу свыше 3000 долларов которые там не входят вот лимит то есть будь добру плати с них 13 процентов штрафы и задолженности перед налоговой и бюджетом вот например гаи выписала допустим моей маме штраф до мама пенсионерка мама по каким-то причинам не успела его оплатить например или денег тот момент не было но ей на карточку приходит пенсия от государства так вот власти что делают они сразу списывают суммы твоей пенсии просто штраф но конечно они что-то обязаны тебя ставят да они же кота там предела социальной какой-то пенсии не могут списать но они сразу списывают то что ты им должен уже остаток зачисляется тебе на карточку а еще хуже обстоит ситуация когда ты должен там не знаю налогу или бюджет какую-то крупную сумму не штраф допустим ну за что-то там сбил человека и рассчитываешься там эти больничный фссн да они что делают а если ты там сам не оплатил по быстрому у тебя денег например нет ты хочешь частями платить они передают дело судебному приставу для принудительного изыскания и происходит следующая ситуация что судебный пристав вписан приписывает к этой сумме сразу 10 процентов эта сумма его премии скажем тогда и выставляет вам счет уже на эту сумму увеличенную на 10 процентов причем сразу всегда вот у моих знакомых были такие ситуации сразу он дает тебе счет на который ты перечисляешь его 10 процентов то есть его премия я думал это идет там насчет как-то суда еще в государство бюджет но на самом деле и вот здесь я не могу точно на сто процентов утверждать что это так но вот мои знакомые которые сталкивались с этим они говорят что это страхована премия просто за работу вот этому судебному приставу поэтому должен ты там 10 тысяч долларов тебе выставили счет на 11 причем причем к сарте сразу приставу оплати да на его какой-то там личный счет ну по закону естественно на какой-то там личный счет а потом уже всю остальную сумму ребята уже записал на целых полчаса а у меня еще в запасе добрый на всяких абсурдных белорусских законов которых мы не коснулись да и но и мы их оставим просто для второй части если я увижу что это видео вам понравилось если ваш эта тематика вам заходит то есть я увижу по количеству ваших лайков комментариев а там расшар перепостов в соц сетях там обязательно с ними вторую часть так что поддержите этот видос активностью потому что youtube и так мой канал не любит а делать что-то полезное интересное время затратное получаем замену каких-то 20 тысяч жалких несчастных просмотров мне вообще не хочется но напоследок я скажу еще самое страшное что только может быть вообще наверно в законодательной системе там белорусы россии и любых других а тарактарных стран это полное игнорирование норм упк упк если кто не знает упк это уголовно-процессуальный кодекс это такая книжка которая описывает весь регламент проведения следственных действий вот если для гражданина например основная книжка это укада уголовный кодекс где прописана твоя ответственность за совершение каких-то противоправных действий то следствие в своей работе она руководствуется упк уголовно-процессуальным кодексом и там прописан каждый шаг от момента задержания там ареста там обыска изъятия улик там наложение ареста на имущество но что происходит вот реальный пример например из моей жизни у тебя забирают компьютер да по закону по упк он должен опечатываться в присутствии тебя и понятых опечатываться и передаваться там дальше следствию у меня этого сделано не было то есть ноутбук присутствие меня не был упакован и опечатан присутствие меня и понятых и вообще изымал его как бы а впоследствии он всплыл в мвд то есть по закону в соответствии с упк это не может являться доказательством потому что улика получена с нарушением закона и не может ложиться в основу обвинения и являться основанием для возбуждения уголовного дела. Я подавал, естественно, по этому поводу жалобу в Генпрокуратуру, но мне отвечают, дословно прочитаю следующее. Изъятый портативный компьютер не упаковывался, не опечатывался, поскольку возникла необходимость в незамедлительном осмотре содержащейся в нем информации. Понимаете? То есть они признают, что компьютер не был упакован и опечатан, что они нарушили УПК, но они это обосновывают в связи с необходимостью незамедлительного осмотра содержащейся в нем информации. В России, если вы вдруг питаете иллюзией, что такого не происходит, то обратите внимание на недавний обыск у Петра Верзилова, издателя «Медиазоны». Если вы не знаете, то «Медиазона» — это такое интернет-СМИ, основанное выходцами из Пусть-Рая, Толоконниковой, Алёхиной, по-моему. Они описывают работу вообще милицейской, судебной и пенитенциарной системы России. И у него был обыск. Обыск был без санкций суда. В Беларуси санкцию на обыск выдает, например, прокуратура, а в России суд. И в постановлении о производстве такого несанкционированного судом обыска следователь Габдулин указывает, что обыск не терпел отлагательств. По его словам, при промедлении Верзилову могло стать известно о проведении следственных действий, что могло привести к активному противодействию со стороны. Понимаете? То есть тоже, извиняюсь за выражение, в рот они ебали этот УПК. То есть да, мы нарушили эту книжечку основную, по которой мы должны вести расследование, но нам так было нужно. То есть было вызвано необходимостью незамедлительного чего-то там проведения следственных действий, потому что иначе Верзилов мог активно противодействовать. Такие, ребятки, дела. Беларусь, по-моему, считаю взвешенному мнению, является самой беззаконной страной в мире, во всяком случае, в которых я бывал, с которыми сталкивался, потому что там невозможно ничего решить, вот гражданину, простому человеку, ни по закону, ни через коррупцию, потому что коррупции там практически нет. Права человека там пустой звук. Есть только один правящий класс, это чиновники и мусора. Мы же для них низшая каста, что-то на уровне червяка. В России тоже немногим лучше, но пока еще лучше. Поэтому не останите, как вам в России херово живется. Просто посмотрите в сторону Беларуси и не допустите у себя такой ситуации. Конечно же, я перечислил далеко не все абсурдные идиотские белорусские законы, оставимых для второй части. А чего-то я просто не знал. Поэтому прошу в комментариях, то есть если я где-то что-то упустил, что-то можете дополнить, меня поправить, обязательно пишите это в комментах, потому что я читаю и отвечаю практически на каждый коммент, вы же знаете. Обязательно делитесь этим видео с друзьями, чтобы они знали, в какой жопе мы живем. Все, всех обнимаю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok